Всем привет дорогие друзья, с вами Лорд Вуду на канале Аронхат, мы играем игру Full Throttle, сегодня у нас очередная серия, мы добрались до завода. Похоже, что там что-то грандиозное. Хм, нет, нет, не хочу болтать впустую. Эй, открой. Я здесь для участия в собрании акционеров. Мистер Рипбургер отложил собрание до тех пор, пока не поймают убийц мистера Корлия. Все акционеры были предупреждены. Да ладно, я не проверил вовремя свою почту, маг. Большая дверь, заходи. Дай мне войти. Пошел прочь. Убилдок. Убилдок. Пни дверь. Дай мне войти. Пошел прочь. Убилдок. Не даст он войти, короче. Надо искать другой путь. Это оружие чертовски тяжелое. Приберегуй эту цепь для друзей в Старом Каньоне. Может, в морду ему ткнуть, вахтер. Это бесполезно. Ты думаешь? Ну, раз ты так думаешь. Карли Моторс, я давно собирался добраться сюда. Это прям религиозное паломничество для меня. Религиозное паломничество с множеством мордобоя. Угу. А туда сходи. Чё тут за штуки такие? С этим фундаментом придется поработать. Давай, ломик. Не хочешь? Это бесполезно. Закрытый опечатал. Тоже закрытый? Закрытый. Ну и чё такое? Да, это место высасывается. Не хватает мне еще энергетической компании. Короче, ничего тебе здесь, пацан, не светит. Иди погуляй. Я пешком не хожу. Не ходишь пешком. Садись на свой байк и езжай тогда. Во вход пойди. Раз в главный вход напускает. Раз есть дорога, значит она куда-то должна везти. Так, а чё это такое? Убежище грифов на другой стороне поля. Я много слышал о грифах. И я думаю, что это правда. Заминирован. Как ловко они тут все устроили. Нет. Иди, потопчись. Иди разминируй. Нет. Ты туда, я так понимаю, не пойдешь, да? Да, против этих ребят не попрешь. Очком. Нафиг тебе эти грифы? Иди тут погулять. Что? Какая-то дырка. Здесь сувениры. У нас шляпы для вас. У нас везделушки для вас. Сообразить бы, для машинки. У нас здесь все для вас. Точно, точно. Вытаскивай ее. Только не исчезай. Уезжай. Официальная лавка Корли и Моторс. Че не угнал машинку? За кроликом есть батарейки. Любимые желанные маленькие кролики. Похоже, она ослабла. Оу, ты запорол батарейку. Официально лицензированные кролики в честь гонки Корли и Моторс. Сломал. Она разряжена. У нас и майки для вас есть. Твой батарейку. Под ногой у меня кнопка сирены и вызова охраны системы Корли. Конечно, я могу и соврать, но вопрос. Тебе везет? В последнее время? Нет. Не везет, да. Более чем. Наполняйте свои шляпы напитками плоды. Пока ж наличь в Амиго. Беру в долг. Нет баксов, нет товара, папаша. Ты, здоровяк, иди прокатись на нашей гоночной машине. До чего доводит постоянная работа. Сувениры будут напоминать вам о ваших гоночных... Не хочу рисковать. Купите вашим детям кролика и... Чем могу вам помочь? Что это за огни там? Что это за огни там везут? У нас сегодня гонки на выживание. Первый приз. Первоклассный мотоцикл Корли Хартдейл. Который полностью восстановлен самим стариком. Ага. Хорошо. А куда тянется эта большая арена? Скорый построил этот стадион для гонок, для того, чтобы его работники могли развлечься поблизости. Он, конечно, заботился о своих работниках. Я даже не знаю, что с нами будет после его смерти. Так он уже сдох. Убили. Я подыскиваю хороший сувенир. Ладно, хорошие сувениры, вот всё, что у меня есть. Ну что я могу тебе предложить? Что-нибудь маленькое, пушистое и жёлтое. Извини, это всё, что у меня есть. Хе-хе. Ещё один прётся. Как насчёт этой маленькой машинки? Это маленькая штучка, но не дешёвая, дрожок. Возьми, попробуй, чтобы убедиться. Так она разряжена, ещё пробует. Кролики. Много кроликов. Тебе нужны кролики? У меня есть кролики. Сколько тебе надо? А можно их вытащить и попробовать, как они двигаются? Я думаю, ты не готов к тому, что от тебя потребуется, когда берёшь партию кроликов от Корли. Извини, сынок. А самые большие размеры этих рубашек есть? Эээ... Эээ, нет. Но они тянутся. Нет, спасибо. А что за надписи на этих сувенирах? Написано, «Корли не побьёшь». Вообще странно звучит, учитывая то, как он погиб. Да, будет классно смотреться на стене в твоей спальне. Никаких стен. Мой дом, моя тачка. Мы можем предложить тебе маленький шест, и ты мог бы поставить флаг, знаешь, такой, на заднем сиденье. А, я подумаю над этим. А деньги-то вообще у тебя есть? Сколько мне надо? Не видел грифов поблизости? Не, с грифами у нас нет проблем. Даже несмотря на то, что их убежище чуть выше по дороге. Они обычно остаются там, со своим неблаговидным поведением. Что в шляпе? А это так, поднимает настроение. Может быть, завернуть? Я упакую, ты скажи, когда хватит. Послушай, ничего необычного. А почему бы тебе не перестать отпугивать других покупателей и не уйти, а? Хочу прочистить глотку. Не будь жмотом, купи чего-нибудь. А чё продаёшь? Послушай, ничего необычного. А почему бы тебе не перестать отпугивать других покупателей и не уйти, а? Хочу прочистить глотку. Это понятно. Если не купишь, всё это протухнет. Хе-хе-хе-хе. Сдамай машинку. Погладь кролика, тебе же хочется. Елки-папки. Давай погладь кролика. Она разряжена. Вы же нигде больше не достанете таких вещей, ребята. Лады, покажь наличку Амиго. Беру в долг. Нет баксов, нет товара, папаша. Вот же зараза, а. И к тому же дешево. Я практически раздаю свой товар. Чё тут у нас есть? Посмотри, почитай. Читать то умеешь? Это старый Харддейл, который ему починилась Малькольму. Турникет, пощупай. Это выход. Он шурует только в одну сторону и причём не в ту. Жалко. Это выход. Он шурует только в одну сторону и причём не в ту. Я туда не собираюсь. Они все думают, что я пришил их любимого шефа. Ммм, точно. Очкуешь, так и скажи. Я очкую. Что такое пара баксов в обмен на вечные воспоминания? Все эти сувениры навер... Нет. Не хочешь сломать? Да не толпитесь вы, всем хватит. Батарея не... Она разряжена. Только здесь фирменные сувениры гонки на выживание Корли Моторс. Клетка, чё за клетка? И уходите с пустыми... Полный ящик мехового брахла. Что такое пара баксов в обмен на вечные воспоминания? Извини меня, но эти рубашки... Они из хлопка? Ага! Сейчас посмотрю! Забирай коллик и быстрей. Сто процентный хлопок! Эх... Это плохо. У меня аллергия на хлопок. Аллергия на хлопок. На синтетику нормальную. Давай, сделай паузу! Извини меня. Да, сейчас уже машинку надо забрать. Эти рубашки... Они из хлопка? Ага! Сейчас посмотрю! Забирай. Она разжима. Всё, пусть смотрит. Сто процентный хлопок! Ага! И к тому же дёшево! Отлично. Я рад. У меня теперь есть кролик. Пойдём... Разминируем поле. Садись на свою тачечку и погнали. Красавчик, Билли. Поле заминировано. Гри, выпустили. Ну, чё у нас есть кролик. Кролик-минёр. Кролик-минёр. Тебя весёлая мелодия. Кролик-минёр. 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 дума то все окажется так просто идем батарейку машинку ставим погоняем вот весело играться у нас здесь все для вас только здесь фирменные сувениры это вдохнет в нее немного жизни точно точно вытаскивай ее только не исчезай погоняйся у нас и майки для вас есть для кроликов есть батарейки давай сгоняем чувак посмотри теперь что ты сделал этот проход через всю фабрику это слишком приятен давай давай чеши теперь его нет и кролики мои забирай кроликов уж майку еще возьмешь не надо воспоминаний у меня достаточно шрамов напоминающих об этой поездке как знаешь все когда теперь кролики есть теперь можно точно разминировать целое поле только поближе надо подойти а то чё-то сильно уж он долго где там наши кролики заряжай чё что ушел то атака кроликов атака кроликов армия кроликов не сдается тучно заминировали кроликов не хватило что не получится иди давай не получится да против этих ребят не попрешь не люблю сюрпризов иди иди все дошел да чё там чё ж делать-то теперь давай назад тогда чеши не получится не получится не получится чё не получится-то елки-палки ты конь какой-то вот он машинка круглый ну чувак там носятся кругами кроликов не хватило давай они кроликов еще кролики хорошо может теперь мне хватит вторая партия кроликов пошла вторая партия кроликов пошла так завел поехали все пропало полный ящик мехового брахла вытащи его держи кролика лови крылчатин льдет не получится так получится эконом не надо пускать кроликов но противопехотные мины используют они запрещены уже несколько конвенций а а а да про теперь то у нас все получится а то кучина сильно большую сделала да против этих ребят не попрешь не говори нет чё нет засада вот парень о котором я тебе говорила Сюзи ты уверена? ага этот парень убил моего отца братва вот же зараза заднешайте ему давай разорвем его по-быстрому послушай мо ты здорово заблуждаешься оба ты прав мы не должны мы должны вытащить все наружу как ты думаешь Сюзи эй время есть вы слышали ребята послушаем что он нам скажет ну это что неправильное сказать твой отец и ты смеешь болтать про моего отца ты посердечная сводочка Торли и я я сказала заткнись тьё ты порву джина чё другое сказать Малькольн хочет я сказала заткнись окей достаточно хм не пойдёт бед я теряю терпение не море ты можешь потерять гораздо больше шаренька лопнет сейчас я невиновен в чём ты ну ладно отпусти меня а то а то что я назову тебе имена ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу А то что? Я назову тебе имена. У-у-у-у. Например? Динамо в пеленках. Как? Где ты слышала имя? Твой отец сказал. Как раз перед смертью. Ты убил дубиной моего отца и болтаешь о старых временах? Я не убивал его. Это Риббургер. Фотограф сделала снимки, но тот головорез, который явился за тобой, украл ее фотоаппарат. Я... Но пленка все еще у меня. А, так ну посмотри. В этой одежонке неуютно. Ладно, разберемся. Эй! Связаный с ним. Извиняюсь. Ладно, не беспокойся. Я собираюсь достать Риббургера, даже если сдохну. Нет, мы должны разоблачить Риббургера на собрание акционеров. Таким образом мы уроем его, спасая мою банду, и завещание твоего отца исполнится. Ты возглавишь Корли Моторс. Риббургер отменил собрание акционеров. Он сделал заявление в прессе, что собрание не будет до тех пор, пока преступники не предстанут перед судом. Никакого собрания акционеров, пока мы не подухнем. Ладно, разберемся. Окей, идем далее. Сфальсифицируем смерть Бена и Марин. Акт первый и сцена первая. Адриан Риббургер в отчаянной попытке выманить Марин из убежища разработал следующий вонючий план. Первой премией в гонке будет старинный мотоцикл «Хардтейл», который восстановила Мо со своим отцом. Рибб надеется, что Мо попытается захватить этот мотоцикл из сентиментальной привязанности к нему. Итак, переодетые Бен и Мо выступают отдельно и выходят на старт этой стремительной гонки. Она заканчивается трагически, когда их автомобили взрываются, и они считаются погибшими. Эм, вопрос. Пожалуйста, вопросы чуть позже. Итак, взрывчатка в машине Мо может сдетонировать только от лобового столкновения с машиной Бена. Это сиденье катапульта выбрасывает Мо во время взрыва, и она безопасно приземляется. Ты думаешь, никто не увидит, как она катапультируется из машины? Нет, все будут смотреть, как ты бегаешь горящим. Да, у меня еще один вопрос. Когда твой автомобиль взорвется, ты выберешься из него в огне и побежишь по стадиону, отвлекая зрителей. В своем классном костюме из Азвесты, конечно. Гениальный план. Ладно, дорогуша, теперь давай немножко порепетируем. Порепетируем в огне белый мать. Повезло, так повезло вам. Порепетируем в огне белые мать. Встречайте команду наших гладиаторов. Эта таинственная личность не открывает нам своего настоящего имени. Он предпочитает, чтобы его называли таинственным спидем. Ну, не смехли, а, ребята? Что-то я не понимаю. Кого они собираются одурачить своим нелепым видом? За ним следует еще один новичок. Пожалуйста, грандиозный салют в честь принца-цифона Дорин Шмарлей! Отлично, ребята. Сделаем их. И, наконец, последнее добавление на сегодня. Страшная команда, известная как врача Бум-Бум! Попробуй, сейчас же отваливайся с ума. Готовы ли вы посмотреть в безвечную езду? Так, а вон пикнется. Готовы ли вы увидеть невероятные разрушения? Что происходит? Ната с концом выживания начинается! Офиг. День ты, Бен. Держись, Морр. Я еду. Бен, я не могу игнорировать другие машины. Машина застряла, когда я спрыгнул сверху Похожи у этих детишек стеклянные челюсти Как по маслу, так должно полегче Давай, красавчик, ты елкий пауз Ставь эту машину Собака Линч Давай Давай, штампы Давай, 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 давай Окей, братья Бум-Бум, все кончено Вот это полет Братья Бум-Бум, это им тесновато, по-моему Окей, Мо, время нашего большого финала наступило Бум-Бум-Бум, все кончено Это выход, наверное Как хорошо горит Ух, какой удар, ребята Похоже, что мероприятие выходит из-под контроля Огоник схватил стадион Но не надо памяти Не надо памяти Все беды Завелась Наконец Теперь Лови светлячка, пока горячий Смотри, как бегает Покатай меня Все, подушка сдула Мы справились, Волюс А это значит, что Рибургер должен сделать нас вице-президентами, как и обещал И дать нам по десять тысяч акций Хм, забавный запах Что это, перегрев? Точно, перегрев Ну вот, настал светлый день Я сделал двадцать тысяч акций Пора проводить собрание акционеров Где Хардтейл? Весь на полу, мистер Мститель Что? Что случилось с твоей глубокой привязанностью к мотоциклу твоего отца? Бен, это всего лишь тачка Я могу собрать ее опять за полчаса Возможно, это поможет найти ключ Интересно О каком ключе ты говоришь? Ключ от сейфа моего отца Я помню, что он спрятал его где-то в этом мотоцикле Но я обыскала все и не смогла найти ничего, даже похожего на ключ Что там в сейфе такое важное? Завещание моего отца Я надеюсь, что он скажет в конце концов правду обо мне Почему он скрывал тебя все эти годы? Он не хотел, чтобы люди узнали про мою мать А что такого было в госпоже Корли? Она не была моей мамой Ааааа И как мы собираемся пробраться на фабрику? На заднем дворе фабрики есть тайный ход, который ведет прямо в офис отца Он брал меня с собой Я помогала ему разрабатывать дизайн мотоциклов Это когда он был слишком стар, чтобы работать самому? Нет, это когда мне было еще шесть Хм... Как я найду секретный проход? Тут есть хитрость Ты должен подождать, пока все датчики погаснут Потом ты врежешь по стене Как раз справа И ты внутри Понятно Как я найду точку, куда врезать? Отец знал точно, куда надо ударить Я помню, что там была большая трещина на стене Она была на уровне моих глаз Нужно ударить по стене Как раз перед собой И эти странные ворота откроются Хм... Так, понятненько Куда мы попали? Это Си-330 Промышленный грузовой реактивный транспортный самолет Большой Рот Мы хотели возить в нем тачки на мотогонке Вы пробовали поднять его в воздух? Возить, Бен, возить Этот малыш уже отлетал свое Хм... Возить Как прошел твой полет? Во время прыжка было несколько взрывов И я приземлилась на минное поле А в остальном все было в порядке Помнишь, что ты пыталась убить меня? Да, мы преподали тебе урок Ха-ха-ха Что, если я не смогу найти эту точку? Прикинь высоту трещины Подожди, пока все датчики погаснут И бей Посмотрим, что я смогу сделать Давай Хорошо Так Она, вижу, занята Запчасти Хм... Номера Хм... Б-67 Т-93 12, 47, 8 Так 48, 0, 53 15, 44, 97 Хм... Что тут еще открывается? 897, 67 Хм... Так, надо запомнить это все дело Вроде бы все Так Ну давай, чеши Вот фотографии Мне они ни к чему Покажи их кому-нибудь из шишек, если удастся Идем искать секретную точку Выпить по стенке Так Где-то здесь Сюда Сюда он будет Вот красавчик Все, заходим Так Смотри, что тут есть Пощупай этот стол, что ли Мебель двинуть? Нет Опнуть Мебель двинуть? Нет Очень простой Без ящиков А, без ящиков даже Ну да, конечно Тайник Ага А вот здесь нам пригодятся Те самые цифры Которые мы видели на мотоцикле Ну че ж, приступим Какие там у нас циферки-то были Так, шесть цифр С шестью цифрами Вроде как там только один кон был Один Пять Четыре 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 Девять Два Класс Отлично Ага Здесь какая-то карточка Вот и угадали И пленка Я уверен, что это завещание Корлия Мери пленку, давай Он открыт Все ты взял Пусто Ловкий ты, однако Так Ну пойдем В окно посмотрим Любишь на звезды смотреть? Как стадион горит Откусит кусок От пенсионного фонда Толстое стекло А если пнуть? Не бьющееся Да О, мотоцикл Рисунок тачки Ну-ка посмотрим Теперь это искусство Да не говори Будущее Так, это что такое? Закрыто Закрыто Оба Кажется, собрание началось Мадмуазель Он был не только вдохновляющим лидером Но и большим личным другом Его потеря Нас глубоко потрясла Мы с Малькольмом часто обсуждали будущее Мы говорили о дне, когда Корли Моторс преодолеет положение новичка И перейдет в автомобильную эру И хотя его трагическая кончина Произошла раньше, чем кто-либо ожидал Мысли Малькольма Корлия живут И я воплощу в жизнь его мечты во имя памяти о нем Леди и джентльмены Я рад представить вам будущее Корли Моторс Микроавтобус Корли Корли был прав Он не хотел этих микроавтобусов Эй, кто ты? Давно ты здесь? Эй, охрана! Помогите! Охрана! Ты чего спишь? Он побежал вниз по коридору Шевелись! Голоса так и поймать могут Мэвис, что ты привиделась, наверное? Ну-ка иди, тетя Подари, можете, что-нибудь Так, что тут у нас есть-то? Зайчика подарить Закрыто Да, елки, убери ты эту штуку Так, что бы сделать, что бы сделать, что бы сделать? Скантер тридер Не хотелось бы включить какую-нибудь сирену Да Уж карточка Ох, отлично Все так просто Мотор Давай пленочку включите Кинопленка для видео не подходит Кружки валяются на полях Лампу включим Максимум Ага, вот точно Что за... Что, черт возьми, здесь происходит? Я занимаюсь Что-то с лампой Сейчас починю Эм... Эм, ну да Я прошу прощения Ненавижу это старое железо Мой ремень и то не надо так часто чинить Так, ну-ка, давай еще раз Пойдем попакостим А лампу на максимум О, поплавила лампа щеночка О, отлично Это катастрофа Что мне сказать? Придется здесь немного повозиться Почему бы тебе не пошутить? Я совсем не знаю шуток Знаете, это напоминает мне классный анекдот Про... Я... Я... Прям юморист. Хрена себе ночи. Так, пока никаких идей. Так, иди. У тебя должны быть идеи. Давай пленочку поставим. Проблюсь, мы спаем, наверное, с фильмом красиво. Следующий слайд демонстрирует более жёсткую стратегию корпорации. Эй, Танн! Если вы слышите меня, я покаркаю. Итак, люди должны продвигаться по карьере и не мешать другим. Вот об этом я как раз и собираюсь порассуждать. Я приготовил своё место для кое-кого, кто займёт него в Корли Моторс. И это отнюдь не ворюга Адриан Риппбургер. Рипп, твоё место не в руководстве моей компании. Твоё место в тюрьме. Я позволял этому типу слишком много болтать. О своей дочке и давал шанс. Он был неправ. И я был неправ. Я должен был быть на её стороне. Я надеюсь, Марин, ты простишь меня. Возглавишь Корли Моторс и будешь руководить им, как считаешь нужным. Вот что я думаю. Как же, чёрт, изменить всё это? Я... Я прошу прощения. Вы вынуждены были прослушать запись... ...сеанса Малькольма... ...психиатра. Перед кончиной он страдал параноидальными видениями. Ему являлись грозные силы, которые возникли внутри него самого. Это одна из них. Дамы и господа. Меня зовут Морин Корли. И у меня есть что рассказать вам. Вы скоро увидите, почему... ...этот человек должен сидеть в тюрьме. Эй! Куда он поковылял? А-а-а... Вон он идёт. И потом он послал своих головорезов за мной. Полная фиаско. Ну, беги, Рипбургер. В своё время мы отправимся за твоим блестящим трейлером. Да, конечно, у нас есть всё необходимое оборудование. Есть вопросы? А, голос дьявола. Иди сюда, Бен. Мы не классные, Бен. Мы, наконец, там, где и должны были бы быть. И так, после того, как мы починим твою тачку, мы поедем вызволять мою банду из тюряги. А потом ты пойдёшь покупать деловой костю. Не напоминай мне. Не ноль. Тебе предстоит разбогатеть. В этом месте я устрою уголок мира и покоя. Вот ёлка, балка. Вот тебе и уголок мира. Ха-ха-ха-ха-ха! Она прервала мою речку. Она мне должна была бы этого тенуть. Я как раз собирался рассказать о неизбежных опасностях гнезды на мотоцикле. Ты не мог бы сделать, чтобы эта колым-мага ехала побыстрее? Давай, решётка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Р ekran Возьми что-нибудь. Возьми что-нибудь. Там чё-то. Ха! Никто не нападёт на меня сзади! Отличный байк нужен тоже. Ты же сказала, что он не двигается. Я сказала, что он не летает, но на нём можно ехать. Да, хорошо бы полететь, особенно перелететь через пропасть. Гринбургер, ты собираешься прикончить нас всех. Шшш, Бен, не порти финал. Как остановить эту штуковину? Из кабины самолёта! Хм... Ну-ка, давай из кабины самолёта. Вывнись! Осторожно, Бен! Ты, Бен, ничего не боишься. Много чего проверять. Могу попробовать. То есть зелёную кнопку нажмём. Так. Взрываясь. Это приземление. Вынужденное. Катапульта, нет. Катапульта, нет. Так, приземление... Это точное направление... Вот, хватит. Полёт. Чуть-чуть не то. Выключить Ну и там Может полет Полет, лучше взлет Готовность Шасси убрать Убрать Экстренное торможение Отлично Бен, что ты сделал? Упел Толстячок Голливуд отдыхает Бен Бен Ты жив? Живой А как там Риббургер? Я вижу его Готов Вспёкся Быстрей Поднимайся сюда Голливуд отдыхает Субтитры Голливуд отдыхает Голливуд отдыхает Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вдохновлять всех нас Он дал нам свободу Он дал нам силу Он дал нам крылья Он дал нам колеса Спасибо, Малькольм Корли За то, что ты дал нам мечту Которая никогда не умрет Итак Итак Может нам пообедать как-нибудь на следующей неделе? Ага, можно Обед звучит классно Ничего ведь не изменится, Абен Я имею в виду от того, что я стала теперь главой компании Живу во дворце и раскатываю в лимузине Это ведь не означает, что мы не будем проводить время вместе, а? Послушай, Мо, ты теперь больше не должна возиться с такими, как я Ты теперь в другой лиге Но, Бен Минутку Алло? Что? Нет-нет-нет, это идиотизм Ну не придурок ли? Отложи встречу на пять часов и скажи заводскому начальству, что я сама приеду и проверю все это Я знаю, я об этом сказала Простите, что вы сказали? Нет-нет-нет, во-первых, этот сплав был с трещиной Ага Да 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 Хорошо Отлично Что ж, вот и закончилось Это замечательная игра в фулл-тутер Которую можно приигрывать несколько раз Всего вам будет интересно Посмотрите на колоритных персонажей Чего только Бен Субтитры сделал DimaTorzok